Продолжаю свою рубрику недельные аутфиты. Это первый образ. Как раз мне кажется для осени слегка такой дерзкий, но при этом очень удобный. С чего начать? Ботинки. Вы часто у меня спрашивали откуда они. Там где я покупала уже их нету, потому что им уже два года. Видите похожие? Обязательно возьмите, потому что оптимально. Под многие вещи подходят. Колготки это кальцедония. Можно чисто черные, но мне как раз нравится когда есть там например сзади шов или такие сердечки или точечки ну и так далее. То есть это добавляет романтизма. Вы часто у меня спрашивали через инстаграм откуда у меня эти шорты. Это BeFree. Я купила их по-моему год назад. Это не кожа, под кожа, но прикольно, очень удобно. Потому что у меня есть кожаные штаны, они более плотные, тоже очень классные и актуально. Они будут дальше. Это подарок на день рождения в том году друга. Моет и стирает. Беня и напишите в комментариях. Это наш украинский бренд Одесситы. У них есть и чехлы для телефонов и такие вот всякие футболки с юмором. Моет и стирает. В общем Моет. Купить можно в ЦУМе. Магазин есть у них. Также в принципе думаю через интернет. Куртка H&M. Сумка Майкл Корс. И в принципе все. Ключи от машины Тойота. И сережки тоже из Фраги. Да, это тоже по-моему H&M. Да. Вот. Ну в принципе как вы мой образ. Буду ждать ваших комментариев. Ну и оставайтесь со мной. Смотрим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я его ласково называю стиль гламурного бомжа. Когда смешано несколько таких стилей и casual и... Субтитры сделал DimaTorzok Я вам скажу один лайфхак. На мне сейчас две вещи из Second Hand. То есть если у вас где-то рядом есть Second Hand, то вперед на поисках каких-то классных вещей. На мне джинсы из Second Hand. Вот. Очень классный деним. Именно вот этих вот 90-х. Там этих штанов дофигища. Иногда удается купить сразу свой размер. Иногда можно перешивать. Двое джинсы у меня оттуда. Одни я перешивала. Одни на меня сели. Вот. Свитер. Свитеров на самом деле там очень много. Выбирайте любые. И если надеть свитер вот так, то образ будет совершенно другим. Поэтому мы чуть-чуть меняем. Достаточно просто запихнуть краешек и сделать вот так. Пальто купила, по-моему, в том году. Это какой-то Амису. Я из тех людей, которые ищут вещи. Или вещи находят меня. Я люблю недорогие. Ну, дорогие тоже люблю. Но я имею в виду, что для меня пойти на шопинг, это как мужчины ходят на охоту и жаждят лисицы или утки. Я, кстати, против охоты. Только за шопингом. За классными вещами. Вот я такое вот очень люблю. Когда ты отрываешь какую-то вещь и радуешься. Потому что она может быть недорогая, но очень-очень классная. А просто взять кучу денег и пойти на шопинг может каждый. А вы попробуйте что-то найти. Я обожаю аутлеты. То есть для меня шопинг это как игра, как, знаете, как квест. Вот это вот очень круто. Еще один момент. Вот, например, я не протерла. Я после школы. Красные носки. То есть на самом деле это гольфы. Я их сожмакала и сделала такой акцент. А если на вас еще будет красная помада, вообще будет красота. Кстати, тут можно как пальто, такой тренч, так и плащ, так и джинсовая куртка, так и кожаная куртка, так и пуховичок короткий. Можно и длинный пуховичок, такой, знаете, объемный. То есть можно как угодно обыгрывать. Шапка такой, знаете, как я говорю опять же, гламурного бомжа. Можно, если это пальто, то можно даже берет одеть. То есть меняете просто одну вещь, и образ меняется полностью. Так что я думаю, вы возьмете что-то на заметку, залезете в свой гардероб, и что-то найдете, и посмотрите на эту вещь по-другому. И еще хочу сказать, что это носки кальцедония. Носки можно разных цветов. Я, кстати, ставлю фотографию, когда у меня были ботинки, просто платьицы от кабанчиков, и вроде бы образ обычный, но я надела теплые носки белого цвета. Точно так же их зажмакала, было очень круто. И еще важную роль играют детали. Вот скажу вам честно, откровенно, без деталей как-то образ будет смотреться чуть-чуть по-другому. То есть выбирайте какие-нибудь массивные серьги, или просто серьги, которые вам нравятся. Часики, браслетики, колечки. Это все образ добавляет какую-то такую изюминку. Недостающая деталь. Вот смотришь на образ, вроде бы чего-то не хватает, и не понимаешь чего. А вот наденешь побрякушки, и сразу... Да, и сразу все как бы готово. Сейчас в инстаграм я выложила предыдущий аутфит, который вы видели. И девочки написали, надо срочно на ютуб возвращать аутфиты. А я уже снимаю, поэтому я очень рада, что вам откликается. И если вы будете ставить пальчики вверх и писать мне в комментарии свои комментарии, тавтология, это так, то это будет меня стимулировать на снятие новых, и, наверное, может быть даже открыть новую рубрику, потому что время от времени я, ну, как бы, можно сказать, подрабатываю, зарабатываю. Это мое хобби, которое, опять же, перерастает в такую небольшую работу. Я одеваю девочек за деньги, за их деньги. Так что, если что, кстати, обращайтесь. Вот так вот. Следующий аутфит. Оставайтесь со мной. Мама на 6,5 минут наговорит. Дя-дя-дя-дя-дя, а теперь делай мне фото. Образ третий. Надо развивать свою пиньеру. Как ее развивать? Ну, в первую очередь, надо носить капуле. И платятся юбочки. Так, возвращаюсь к образу. Венера Венерой. Начну с обуви. Обувь, видите, как я обыграла носочками красными. Носки кальцедония. Можно выбрать, в принципе, любой цвет. Я люблю просто красный, его видно. Не красная помада, если бы была вообще, было бы шикарно. Но я сейчас уже уставшая, я уже вернулась домой, поэтому я уже без красной помады. Вот. Что хотела сказать. Обувь. Это ботиночки. Очень прикольные. Я купила их случайно. И там уже нету. Если что, если будете спрашивать. Я, когда только покупаю, я в Инстаграм сразу же выкладываю и говорю, вот я купила там-то. Если следите за мной, то вы тоже сможете быстренько купить. Платье. Это платье, ему года два, и это куртка H&D. Есть какие-то вещи, которые из моды не выходят. Или я их откладываю и через время к ним возвращаюсь, как к этому платью. Ношу я его не часто, но ношу. Его можно сделать, можно обыграть его поясом, можно... А почему ты сделала так, чтобы его не было видно? Пояс? Угу. Я просто сделала короче само платье. Ну, у меня, кстати, у меня тонкие ноги, у меня широкие бедра. То есть, многие там говорят, Таня, у тебя очень классная фигура, она шикарная. Ну, мне очень приятно, правда. И я люблю свою фигуру, я принимаю ее такой, какая она есть. Мне она нравится, единственное, что у меня... Мне вот такая длина подходит. Знаете почему? Потому что вот такая длина не очень. Вот такая еще подходит. Сейчас покажу, вот такая, короткая. Почему? Потому что таз широкий, а ноги тонкие. И выходит, что как будто бы они неровные. А на самом деле не просто тонкие. И все. Когда я была моделью, было прикольно. Меня везде брали как раз из-за моих тонких ног. Вот. Но мне в жизни это не мешает, и я как-то вообще не парюсь по этому поводу. Что хотела сказать. Можно делать вот так. То есть, кто как любит, кто как хочет. Можно, в принципе, сделать тонкий поясочек. Совсем тоненький. И, ну, как талию, да, обозначить. Вот. Платье очень жаркое. Мне сегодня прям жарко-жарко. Вот. Летучая мышь. И сверху вы куртку не надеваете, а набрасываете. Оно смотрится прикольно. Мне так больше нравится. Также я сегодня была еще в машине у меня картеровка. У меня еще сегодня было желтое пальто. Да. С утра я Демку отвозила. И, в принципе, это платье под пальто смотрится совершенно по-другому. Ника говорит, чтобы я смотрела в камеру. Светит солнце. Вот. То есть, вы, в принципе, поняли, что можно играться как угодно. И еще, сегодня я была еще и в ботинках, в этом образе, с этими же носочками, только в ботинках с плоским ходом. Почему? Потому что бегала по эпицентрам. Всегда можно переобуться и побежать по своим делам. Потом опять обуть каблучки и пойти уже там в офис или куда вам надо. То есть, вариантов масса. Я надеюсь, что я своими видео вам помогаю. Оставайтесь, дальше будет. Тебе в багажнике нужно сделать такая полочка для обуви, потом сверху, чтобы одежду можно было вешать. Ой, фотки были. И завершающий лук в этом выпуске, такой, как Ника шутит, и, в принципе, я тоже люблю говорить, гламурный бомж. Мне очень нравится, честно говорю. Я люблю совмещать как бы несовместимые, но очень совместимые вещи. Значит, на мне шапка с Алиэкспресс. Давно заказала, такая прикольная. Кардиган сняла с мамы. Вот. Причем я люблю такие вещи, когда они оверсайз. И костюм. Это кабанчиком. Очень теплый, классный. Я в Вене в нем ходила. В нем было жарковато, правда, просто было плюс 20. Вот. А сейчас плюс 2, и в нем вообще очень-очень комфортно. И обувь. Это обувь на меху. О, я уже куда-то влезла. Так. Обувь на меху. Можно купить в магазине, как у меня. Внизу ссылочка. То есть мой инстаграм-магазинчик. Потому что девчонки попросили показать, как смотрится на ножки. Вот, в принципе, показы. Ну и в общей сложности вот такой вот вид. А, и сумка. Обэк. Куплена в Кракове. Единственное, что мне очень нравится. Прикольно. Вот постоянно вылазят вот такие вот штуки. Обрезаешь, 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 обрезаешь. Ну, как так. Ну, а так, в принципе, неплохо. Вот. На ресницах тушь Лориаль. Ну, в общем, вот так вот, девчонки. На улице плюс два мне тепло. Потому что ноги в тепле и костюм очень теплый. Мягкий и теплый. Голова тоже. Если вам нравятся такие видео, ставьте пальчики вверх. Поддерживайте меня. Пишите комментарии, это очень приятно. И подписывайтесь на меня в инстаграм. Все, до новых видео. Запорожская ваша. Пока-пока.